Всем привет! Сегодня я хочу обсудить такую тему, модную тему, и эта тема модна с годов, наверное, 2000-х, а то и раньше. По названию, я думаю, вы уже догадались, что тема будет у нас о пирсинге. Я расскажу свою историю пирсинга и как я к этому пришла, зачем я это делала и вообще вывод. Стоит ли это делать? Вообще нужно это? Поехали! Расскажу свою предысторию. Как я вообще додумалась до пирсинга? Вообще, почему решила сделать его? В определенный момент у нас в школе, я не знаю, это был, наверное, класс 10-й, что ли, а может быть даже 9-й, пошла вот эта вот мода, стали показывать пирсингованных людей по телевизору, в каких-то фильмах я видеть стала их, и просто какие-то перетачи о пирсинге, и мне стала эта тема интересна. Потом у нас, конечно, начался ажиотаж в школе самой, и были некоторые знакомые девочки, а также мальчики, которые прокалывали, ну, мальчики, соответственно, прокалывали уши, девочки, нос, бровь и всякие другие части тела, и мне стало интересно, как я буду смотреться с пирсингом. У меня были такие гвоздики обычные в ушах, я просто данный гвоздик поднесла к ноздре и присмотрелась в зеркале, будет это красиво или нет. Мне понравилось это, то же самое я проделала с пупком, и также мне это понравилось. Но я не могла изначально решиться вообще сделать пирсинг, страшно, и побороть этот страх мне тоже было нелегко. И в итоге добоялась до того, что я просто психанула, как у меня, в принципе, в жизни часто и бывает. Я психую и делаю в один момент именно все, что я раньше задумывала, все, что я хотела, или все, чего я боялась. То же самое произошло и с пирсингом. Я психанула, и первое, что я проколола, это был пупок, потому что это часть тела, которую не замечают родители. И мне было очень больно. Была в панике, но от этой паники, от боли я набралась какой-то решительности. Колола дальше, я, кстати, прокалывала все сама. Как вы поняли, первое, что я проколола, это был пупок. И, соответственно, после того, как он зажил, и все пошло как по маслу, я решила, почему бы не проколоть и нос. Проколола нос я где-то в классе, наверное, 11-м, где-то так. И вот тогда у меня были проблемы в школе. Они у меня и до этого были, из-за цвета волос, из-за моей одежды. Я всегда такая девочка была бунтарка. Учителям это не нравилось, по крайней мере, одной учительнице, которая считала себя богом в нашей школе. Но сейчас не об учителях и не о школе. Я в какой-то определенный момент очень сильно захотела сделать это. Проколола нос я, кстати, ночью, пока все спали. Мне просто вот так вот пришла идея это сделать именно сейчас. И я это сделала обычной иголкой. Конечно, я все обрабатывала. Что я прокалывала еще после пупка и носа? Некоторые дырки в ушах. В данном ухе у меня 4 дырки. И здесь у меня, по-моему, 3 дырки. В ушах я делала не все дырки сама. Первые делала мне мама, вторые делала мне мама, а остальные все делала я сама. Они до сих пор функционируют, эти все отверстия. Но я к ним не часто обращаюсь. Также я прокалывала губу, язык и бровь. Губа не осталась, потому что мне не очень было красиво. С языком у меня вообще история целая. Я прокалывала у себя в ванной. Когда уже проколола иголкой язык, мне нужно было вставить серьгу, которую я купила. Я ее как-то неаккуратно взяла с бортика в ванной. И она у меня просто скатилась в ванну и скрылась в канализации. Вот как бы не судьба. После этого я больше не решилась прокалывать. Перед тем, как прокалывать бровь, я прочитала много литературы, поспрашивала. Здесь есть некоторые области, которые ты можешь задеть и то ли ослепнуть, то ли еще там что-то такое может случиться. В общем, область такая прихотливая, я вам скажу. И когда я стала прокалывать, мне как-то стало не по себе. И я сразу перестала. Ширама даже не осталась, потому что прокол был незначительный. Также я, по-моему, еще прокалывала здесь. Но тоже передумала. Потому что у меня не было соответствующего пирсинга самой серьги. В ухе я, кстати, прокалывала, по-моему, вот здесь внутри ушной раковины. И мне также стало через несколько дней плохо. Я сняла данный пирсинг, перестала вообще его носить. И все стало как можно лучше. Пирсинг, который был вот здесь, наверху уха, он отлетел у меня на кейкбоксинге, в спарринге. Остальные все отверстия я использую, как я уже говорила, но очень редко. Почему редко? Потому что, ну, мне надоело. Остался также пирсинг у меня в носу. Потому что нравится моему молодому человеку. Я как-то, когда с ним познакомилась, очень редко носила эту серьгу. И он мне в один прекрасный момент просто купил серьгу более-менее красивую. И сказал, что ему нравится. После этого я как-то ношу и вообще не заморачиваюсь по этому поводу. Раньше я перед сном снимала, утром надевала, сейчас вообще никогда не снимаю. И умываюсь, и обрабатываю лицо также с пирсингом на носу. И все окей. Пирсинг в пупке также присутствует. И никуда он не делся. Но прокалывала его я два раза. Потому что первый мой прокол. Было захвачено мало кожи. И она, когда усохлась, осталась одна такая, как веревочка, ниточка, что ли. И эта ниточка из кожи со временем порвалась. Соответственно, мне пришлось прокалывать второй раз. Ну, не то чтобы пришлось. Я просто очень хотела. Мне нравилось. Весь мой пирсинг был сотворен по детству. Еще по школьным временам. Что я хотела вам сказать? Стоит ли вообще это делать? Я считаю, что не стоит это делать. Это не уродует никак вас. Но это и не делает вас лучше, круче в глазах кого-то. Это не что-то такое супер-купер. Не то, к чему нужно стремиться. Не то, что действительно украшает тело человека. Так же, как и татуировки. Если бы я не носила долгое время ни пирсинг в пупке, ни в носу, ни в ушах тех же самых. Я, мне кажется, со временем бы забыла про него. И как-то все сошло бы на нет. Не знаю, буду я носить его до старости, глубокой старости или нет. Нет, скорее всего, наверное, нет, чем да. Но время такая штука, оно все расставит по своим местам. Советую я делать пирсинг или нет? Больше нет, чем да. Вы должны помнить о том, что это на всю жизнь. Даже если вы в какой-то момент перестанете носить его, то шрам останется. Потому что это глубокая рана и она таковой была долгое время. Я просто хочу, чтобы вы осознавали действительно перед тем, как это сделаете, плюсы, минусы, все за и против. Взвесив это все, понимая для себя, что вы хотите и для чего вам это, только тогда это все делать. Потому что у меня это все было импульсивно, у меня это все было по детству. И, соответственно, что я там взвешивала? Да ничего, просто вот захотелось и я сделала. Это была просьба Оксаны Солодкиной. Привет тебе. Очень интересная тема. Я так понимаю, видео получилось очень быстрое. И я, надеюсь, ответила на все вопросы. Я надеюсь, я эту тему раскрыла как могла. И вообще рассказала о своем опыте. Надеюсь, кого-то, может быть, это остановит перед выбором сделать это.